Слава Богу, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу святому и ни в ком другом нет спасения Братья и сестры, дорогие друзья, приветствую всех из Солнышногорска, здесь вот Никольский храм, где когда-то вот в конце 80-х, 88-й год, 89-й, здесь тоже служил в этом храме у отца Иоанна Паташинского, читал, пел на клиросе, вот, и такое памятное место, молюсь в эти дни как раз тоже за Москву, Московскую область, вот, благоставляю Солнышногорск, район Солнышногорский во имя Иисуса Христа. Вот, и прошу тоже ваших святых молитв, потому что в эти дни, вообще весь этот год, 19-й год, как год союза друзей церковной реформации, и молимся о реформации в православной церкви, о реформации вообще во всем христианстве мировом, конечно, но в первую очередь, конечно, в православном христианстве молюсь, потому что как православный священнослужитель, в первую очередь, я всегда взываю в проломе, в молитве за православную церковь. И здесь, в Московской области, вот, в Солнышногорске непосредственно, вот, в Москве в самой, да и по всей России, молюсь, чтобы Господь, Он, Духом Святым, действительно, коснулся сердец тысяч, тысяч священников, чтобы не слепые вели слепых в пропасть, а чтобы прозревшие, знающие Бога, священники вели, познающие Бога, знавших Бога, людей в Царство Божье. Пусть в этих храмах звучит слово евангельское, слово живого Бога. И призываю к этой молитве всех вас, дорогие друзья, потому что молимся за единство, молимся, действительно, за, ну, все тело Христово. Я верю, что именно через реформацию такую и для самой православной церкви будет огромное благословение в этом и для всего тела Иисуса Христа. Потому что потому что знают все, что мы ученики Его, если имеем любовь между собою. И верю, что именно за этим будущее, на самом деле, для всей церкви, вкупе, для всего тела Иисуса Христа. Слава Господу! Благословляю всех вас, возлюбленные братья и сестры, вот, и благодарю Бога за эту поездку, за эту возможность быть мне здесь, вот, снова на этой земле. Вот, и прошу вас снова, паки-паки, говорится снова и снова, присоединиться к этой молитве. И о единстве церкви в целом, если брать христианство, вот, и о пробуждении, о реформации, о воскресении в православной церкви. Потому что, вот, уже 16 лет, уже больше, чем 16 лет, я живу и тружусь этим, через это откровение. Слова Иисуса Христа, записанного у Иоанна, 11, 25. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет». Слава Богу! Поэтому доверяем Богу нашему, что Он действительно есть воскресение и жизнь наша. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Благоставляю всех вас, возлюбленные. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь». «Мир всем вам и благодать умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Слава Иисусу! Навеки слава! Аминь.